Большие кремлёвские концерты – один из самых ярких символов советской эпохи. Сегодня у некоторых они вызывают улыбку, у других – ностальгию и воспоминания о своей молодости. В них отражалась вся мощь советской культуры того времени. Эти праздничные концерты приносили радость зрителям, успех и популярность артистам, допущенным к святая святых, выступлениям перед партийной элитой страны. Для советской номенклатуры пели, танцевали и играли только самые лучшие. У Дворца съездов я нашёл такую открытку, письмо я написал родителям, что какие же артисты простые люди. Я взял автограф у Муслима Магомаева, у Тропуньки Штепселя, у Софии Ротару. У молодой девочки, она тогда совсем… Червона Рута был ансамбль. Вот. И тогда, ну, может быть, не очень известная, но уже она появлялась по телевидению, всё. И я написал письмо, это я показывал Муслиму, он так смеялся. Я говорю, какие же вот простые люди. Муслим Магомаев расписался у меня на… А Муслиму самому было там лет 25. Муслим Магомаев – особая фигура на советской эстраде. Он стал самым молодым артистом, которому присвоили звание народного. Но Брежнев всегда интересовался, а Муслим на концерте будет? И если бы Магомаева или других артистов, которым благоволил генеральный секретарь, на правительственном концерте не оказалось, полетели бы головы режиссёров мероприятия. Находясь в Ялте на фестивале «Крымские зори», был приглашён я, Юра Гуляев и Муслим Магомаев. Нас пригласил к себе Гречко, министр обороны. Он очень любил песню, Андрей Антонович. Обстановка была такая свободная, домашняя. Для храбрости мы приняли допинг небольшой, поехали. А там было всё настолько мило, насколько Гуляев играл на рояле, Муслим играл на рояле, мы пели, всё. Ну, это было единожды. А так, в принципе, на такие закрытые, будем так говорить, вечера или просто встречи такие, меня не приглашали.